Никогда-никогда ни о чем не жалеете. Ни потерянных дней, ни сгоревшей любви. Пусть другой гениально играет на флейте. Но еще гениальнее слушали вы. Мы попросили 100 человек ответить на вопрос. О чем вы больше всего сожалеете? О, у меня есть правило. Лучше сделать и жалеть, чем не сделать и жалеть. Ну, это надо, знаешь, анализировать потом. Если ты о чем-то сожалеешь, подожди, может быть, это к лучшему. А бывает, что я сожалею о том, что вовремя чего-то не сделал? Что можно было бы сделать лучше? О первой половине жизни своей, которая была прожита, скорее, по инерции, по какой-то... Что не пошел в музыкальную школу? О выборе своего образования. Я прошу учиться не по той профессии. Был одноклассник, и мы с ним с первого до третьего класса были хорошими друзьями. Он был очень тихий, забитый. Раньше боялась, как на меня посмотреть, делать то, что я делаю сейчас, спокойно. А потом мы начали взрослеть, началась вот эта вот вся подростковая канитель. И, ну, его все начали в школе дразнить, травить, и я тоже отчасти присоединился. Многое в юности делал не так. То, что нужно было сделать еще в юности, я это сделала в молодости. И мне до сих пор очень стыдно перед ним. Есть вещи в жизни, которые можно было сделать много лет раньше. Игорь, если ты это видишь, прости, пожалуйста. Не получил образование в сфере лингвистики, как всегда хотел. Единственное, о чем можно сожалеть, это об упущенном времени. Теряла время, был такой период в моей жизни. В некоторые моменты о потраченном времени. Часто тронжирую время, и очень много времени упущено. Я сожалею о том, что время невосполнимый ресурс. Об упущенных возможностях в свое время. Я сожалею о том, что в свое время я не пошла по стопам папы и не стала капитаном судна. О возможностях, которые я не использовал. Сожалею, что когда у меня была возможность поехать в Китай, работать моделью. На самом деле упущены возможности, которые ты не воспользовался. Я не поехала, потому что выбрала. Об упущенных возможностях? Любовь. О том, что не использовал очень многие возможности, которые у меня были, начиная со школы. Когда мог стать лучше, не стал лучше, а остался на том же уровне. Упущенный шанс, он мог бы осуществиться у меня, я бы полетел в космос. Не начала делать раньше вещи, которые я делаю сейчас. Если бы я чуть-чуть подлечил, мне надо было для этого соврать. О упущенных шансах? Я не соврал. Наверное, ни о чем. Ни о чем? Да ни о чем, наверное. Да я как-то редко вообще сожалею на самом деле. Не сожалею ни о чем. Ни о чем. Ни о чем. No regrets. Даже если я о чем-то хотя бы на секундочку посожалел, то я об этом сразу стараюсь забывать. Ни о чем. Ни о чем. Ни о чем не сожалею. Да, наверное, не стоит ни о чем жалеть. Все это опыт. Ну, смысл сожалеть. Ты посожалел, и все, нужно дальше это переживать. Ни о чем. Да, в принципе, ни о чем. Ни о чем? Нет такого. Поэтому особо не сижу и не горюю. Все произошло в жизни твоей не просто так. Ну, наверное, то, что я была доверчива в прошлом очень. Это цепочка, череда определенных событий, которые предшествуют чему-то важному в твоей жизни. О том, что жена мне моя раньше не попалась. И нужно просто посмотреть, для чего это было в твоей жизни. Если это было, значит, так было нужно. Сожалею, что я не нашел свою вторую половину. Но я сожалею, что я сейчас одинокий. Поэтому нужно просто выйти из этого, самое главное, с правильным примером, положительным. И все. А с сорок с отцом. Мое отношение к родителям. Где-то людей каких-то обманывал, близких. Я сожалею о том, что я не родила еще одного. Ну, наверное, что в силу каких-то причин, вот то, что я перечислил по отношению к своим детям, не могу им этого дать. Что в детстве не слушала родителей. Ну, опять же, вот что родители у меня далеко от меня, на Урале. И я их не могу часто видеть, и что вот они у меня болеют. Что когда-то очень сильно обманула маму. И это длилось очень долго. Очень мало провожу времени со своей семьей. Наверное, о том, что достаточно недодаю родителям к своим любви какой-то. Уделяю мало времени ребенку. Да я ни о чем не сожалею. Ни о чем. Да, вообще ни о чем. Я ни о чем не сожалею. У меня вообще классная жизнь. Я довольна всем даже плохим опытом. Ни о чем не сожалею. Ни о чем не жалею. Глобально ни о чем. Только локальный момент. Наверное, я ни о чем не жалею в своей жизни. Я ни о чем не сожалею совершенно. Любой опыт, он интересен и полезен. Сомневался, ну где-то лет до 20 я много в чем сомневался А после 20 я понял, что живем в один раз И начал пробовать приобретать жизненный опыт раньше О нескольких событиях, где я проявил малодушие Когда огорчаю людей О несдержанности эмоций как раз-таки Сожалею о том, что иногда могу сказать то, что не нужно Торы какие-то были у меня в прошлом Может быть, без этих сот было бы лучше гораздо Но я сожалею только о тех факторах, когда я был безответственен Я вчера на дачу ездил, и вот пачки сигарет не хватило Сожалею, что я начинал очень много разных важных, нужных, полезных дел Но не все из них закончилось То, что забросило спорт А не сделанная операция в 12 лет Что я не начала читать раньше Единственное, наверное, сейчас в последнее время я жалею, что когда-то не уехал по приглашению в Америку Я ездила в Иркутск поработать по командировке и не доехала до Байкала Очень сожалею Очень ясный ответ, но я не буду его тоже озвучивать Есть о чем Мне кажется, каждый человек хотел бы прожить еще жизнь и попробовать в другом направлении себя Если бы я мог выбирать, я бы снова выбрал стать собой Все ошибки, все, что я делал, оно привело к тому, кто я сейчас есть сейчас Ну, как я поступил с некоторыми людьми, возможно В последнее время я чаще сожалею о том, что чего-то раньше людям не сказал О том, что когда-то не успела сказать Ну, о том, что не уделил внимания Ну, о том, что чего-то не успел сделать Относительно людей, которых уже нет И ты мог бы это сделать, но уже не сделал В общем, надо вовремя, так скажем, чаще обнимайте родных Говорите им слова то, что вы их любите, и все будет хорошо Вообще человек живет памятью, с сожалением и грустью Но это делает нас теми, кто мы есть А как бы вы бы ответили на этот вопрос? Напиши в комментарии Подписывайтесь на канал И ставьте лайки Будем вам рады Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok